Будьте имя Господне благословено, отныне и до века! Во имя Отца и Сына и Святого Духа, я сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры, с окончанием первой седмицы Великого Поста. Вот совсем недавно мы начали готовиться к посту. Вы помните, целый месяц были приготовительные недели. И сперва была неделя Матеря и Фарисея о блудном сыне, о страшном суде, затем прощенное воскресенье. Кто-то мне вчера на исповеди пожаловался, что трудно переходить с обычной пищи на постную пищу. Как-то организм не воспринимает. Но ведь для того и Церковь устроила вот этот подготовительный месяц перед Великим Постом. Если бы мы следовали указаниям Церкви, все было бы гораздо лучше, и наши кишки были бы в порядке. Ну вот, пост начался. Мы на первой седмице были свидетелями и участниками совершенно уникальных, замечательных богослужений, которые совершаются только в это время года. И вот воскресенье сегодняшнее именуется воскресеньем торжества православия, или недели православия. И в основу сегодняшнего праздника легло событие более тысячелетней давности, когда после более ста лет Церковь на Седьмом Вселенском Соборе одержала решительную победу над иконоборчеством. Это было уже учение, которое возглавили византийские императоры, и согласно которой нельзя было изображать Господа Иисуса Христа на иконах. Иконы подлежали уничтожению. Здесь, конечно, в решении этих иконоборческих императоров сыграла, конечно, роль в некотором смысле и политика, потому что теснили Византию с Востока мусульмане, а, как известно, у мусульман вообще запрещено изображать, даже намекать на Бога в образах. Но на Седьмом Вселенском Соборе наши святые отцы Церкви заявили, что и утвердили истину, согласно которой, поскольку Господь Иисус Христос, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотился от конкретного человека, от Девы Марии, стал видим и общался с людьми, его не только можно, но и должно изображать, так же, как и Пресвятую Богородицу и других прославленных мужей и жен в виде икон. И вот на Седьмом Вселенском Соборе это было заявлено, и это стало неотъемлемой частью классического христианства. Когда я говорю классическое христианство, я имею в виду древнее западное христианство и наше православное восточное христианство. Так что в основу сегодняшнего праздника мы отмечаем вот это историческое событие, победа над иконоборчеством на Седьмом Вселенском Соборе. Вот икона лежит на центральном монолое, изображает это. Но это не самое главное. Этот праздник был установлен, дорогие братья и сестры, в начале Великого Поста, чтобы подчеркнуть факт, истину, что каждый человек создан по образу Божьему. И грехи затемняют этот образ Божий. Вы знаете, как бывает с иконами старинными, черными досками, как их называл Владимир Солухин, писал об этом еще в 60-х годах. Они покрываются копотью, пылью, и изредка надо их отдавать реставратору, чтобы снять эти слои вековые или десятилетние, чтобы они снова воссияли во всей своей первозданной красоте. То же самое происходит и с нами, дорогие братья и сестры. Мы грешим. Мы пачкаем этот прекрасный образ Божий, по которому мы были созданы. И вот самое лучшее время заняться этим, это как раз и есть Великий Пост. Можно всегда и нужно всегда подвергать себе чистке, убирать свою душу, прибирать ее, мыть. Но Великим Постом особенно, потому что вся обстановка и церковный, домашний, и сознание того, что и мои друзья, и мои соприхожане, все как-то худо-бедно, но стараются поститься, стараются каяться, как-то это особенно способствует этому важному делу. И вот, повторяю, церковь, дорогие братья и сестры, в это время открывают свою сокровищницу. Мы слышим удивительные песнопения, совершаются особые богослужения. Вот на Первой Седмице мы слышали в течение четырех вечерних богослужений с понедельника по четверг Великий Покаянный Канон Андрея Критского. Он повторится 21 марта, когда мы соберемся, чтобы его полностью выслушать. Это удивительное произведение, в котором автор вспоминает грешников и праведников Ветхого Завета и сравнивает состояние нашей души с этими грешниками и призывает нас подражать праведников. Очень замечательное упражнение в экскурс по Ветхому Завету. Затем мы служим литургию прежде священных даров. Вот сегодня на литургии мы осветили второй агнец, который будет, второй и третий агнец, которые будут использованы во время причастия в среду вечером и в пятницу вечером. И очень, вот это богослужение, наверное, лучше всего отражает дух Великого Поста. И я призываю вас, дорогие братья и сестры, посещать эти богослужения, потому что если вы Великим Постом ходите в церковь только по воскресеньям, как обычно, ну вы ничего, кроме другого цвета облачения, не замечаете. Но вот эти будничные службы, особенно литургия прежде священных даров, она просто захватывает своей красотой, глубиной и благодатью. И все те, кто причащались, исповедовались вчера или сегодня, могут без повторной исповеди приступить к причастию и в среду вечером, и в пятницу вечером, при условии, что будете полностью поститься с 12 часов дня. И, конечно, подготовитесь молитвенно к этому великому таинству. Очень важны вот эти будничные службы, дорогие братья и сестры. Затем молитва, которая читается только Великим Постом, молитва Ефрема Сирина, которая так поразила Пушкина в свое время, что он даже стихи написал об этом. «Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, недажные, Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даром и рабу Твоего. Ей, Господи, Царю, даром и зреть и моя прегрешение, и не ослуждать и брата моего». Вот эту молитву мы слышим тоже в будничные дни. Хорошо бы ее дома читать, утром и вечером. Потому что в этой молитве мы, церковь, как бы предупреждает нас о тех грехах, от которых мы должны отталкиваться всячески, и те добродетели, которым мы должны приближаться и приобретать. Так что вот, и вот еще первое воскресенье Великого Поста сегодня мы сейчас, после моего убогого слова, мы совершим специальный молебен, который совершается только раз в году в это воскресенье. Молебен о заблудших, о потерявших веру. Мы будем молиться о тех, кто отпал от Святого Православия, кто может быть по разным причинам, то ли по собственному желанию, то ли по лености, то ли по заблуждению. И, конечно, помолимся о себе, потому что мы тоже своими грехами отпадаем от Святой Вели. помолимся усердно, дорогие братья и сестры, чтобы Господь помиловал наших ближних, которые не с нами, и помиловал бы нас, и помог бы на предстоящем пути Великого Поста наконец избавиться от самых таких глубинных, глубоко следящих грехов, чтобы мы светлое Христовое воскресенье встретили с чистой совестью. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием всегда ныне и пресной водителем. Субтитры подогнал «Симон»